МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У складе делегаций нашего региона – представники 15-ти буйнейших предприемств. Сярод их – Гомсельмаш, БМЗ, Беларусьнафта и иншие. На выставе вытворцев они проставят свои мощности и продукцию. Утымлику – инновационную. У Беларуси плануется створить сетку медицинских установ по реабилитации людей, які уживаюць психоактивные речевы. Такая информация была огучена подчас проведения у Светлогорску выездного посяжения Республиканского межведомостного совета по профилактици пьянства и наркомании. Олег Сентюров выслухал пропанову процедуников затекавленных министерств, специализованных установ и органов мясовой улады. Взгодно с официальными дадинами, зараз у Беларуси на диспансерном улику находится около 170 тысяч человек, які покутуюсь на алкоголизм. Але коли улечить усіх людей с так званными разыкованными поводинами, то гэтую лечбу можна повеличить не в 5 разов. Проблема отримывается с оправдой державного взрыву. У вугле некоторые медики лечить, что по генетичной схильности захворить на алкоголизм може не больше 5% населенцам. Причем специалисты особо подкресливают, гэта миновита хвороба и относятся до ей необходно отповедным. Ни заборонны, ни тембошь репрессивные меры ситуацию не полепшить. Разом с ним сегодня приходится констатовать, для организации саправды эффективного лечения необходно и ше шматр чагу зробить. Починаючат подрихтовки кадров в отповедной квалификации, бо далеко не кожный медик, цей социальный работник, здольный допомогать залежным. Плюс открытся центры реабилитации, які будуть працаваць у тесным взаимодейни с громадскими организациями и волонтерами злик у былых алкоголиков и наркоманов. До речи у дополнения дояснуючих зараз примусовый и доброохотный форму влечения специалисты пропонуют увезти ящедну, альтернативную. Это коли за место протягнения до администрационной отказности, человеку могут пропоновать пройти спецкурс. Як чекается, усе конструктивные пропоновы будуть уличены у качатковому варианте концепции социальной реабилитации особ, які покутуюсь на алкоголизм, наркоманию и токсикоманию. В угле работу планується вести одночасово по некаких накерунках, от приобщения якоси алкогольной продукции до узмацнения дисциплины на предприемствах. До речи, 16% узвольненных за работы зараз страчивают ЕЕ по причине знаходжения на прационном месяце устанья алкогольных опьянений. Правда, для тех, кто выросшил почать новое житё, распроцовщики концепции продуглеживаются обовязковые протоколы откования. Во умовах проведения модернизации предприемств и укоронения сучастных технологий, повеличивается попутно высококвалификованных специалистов, а ли и для былых задержанных прационное место повинны знайсися так само. В любом случае, ведь сегодня это не только высокотехнологичные предприятия, где может работать этот человек, это есть и другие организации, где надо предусмотреть места для их трудоустройства. А если говорить о тех людях, которые имеют зависимость, ведь это не всегда люди, которые не имеют квалификации, это достаточно людей, которые имеют и высшее образование. В Гомельском отраде «Милиция» особливого призначения отбылось квалификационное выпробование для молодых супрацовников. Галовным этапом экзамену стал марш-кідок с пирожкодами в лесном масиве Речицкого района. А у Знагорода и тем, кто его вытремал, стало правоношение черного бирета – символа можности бойцов АМАП. За паде, яка часом нагадывала кинобоевик, назирали наши корреспонденты. Марш-кідок милиционеры начинаются уже разогретыми. Перед стартами они сдавали нормативы по физподрыхтуции и самообороне. Напереде – 7 км в бегу по пересеченной мясцовости. Зрештунку – автоматы и противогазы, якими придется коррестаться не одно и чим. Первые пирожкоды переодоливаются без особливых намаганий. Однако все только начинается. На некольких участках трассы коллеги рыхтуют по-соправдному гарачу прием. Значит, у нас квалификационное испытание на правоношение бирета. Цель одна – чтобы ребята понимали, что это не просто так дается, что это не просто головной убор, а какой-то символ мужества сотрудников органов внутренних дел, в том числе ОМОНа. Головный сюрприз – так званая пастка. Покуда людельники перепаузают яму по Пластунску, товарищи забеспечивают спецэффекты. Строльба холостыми, грукот узрив пакетов. Ледь поднявшись на ноги, хлопцы штурхают автомобиль. И, как бы не забыться, на воштайны все это робят, промовляют небы заклинание. ОМОН – это сила! Не слышно. Даленько. ОМОН – это сила! За мной! Колонну подва! Бегом! Не отдаю! Больш за усіх подбадзерываюць новичкоутыя, хто калісті прайшоў на цяжэйшы экзамен ў навычальным центры внутрных войскав. Гэта владальнікі крапавых берэтаў. Сяродцу працовнікаў гомельскага АМАП іх носяць 9 чалавек. Изначальна было заложено в марше дать большую нагрузку физическую, чтобы именно прочувствовать, как они смогут ли дальше выполняться. Морально-волевые качества. Даже не физическая подготовка. Больше морально-волевые. Потому что физическая подготовка бойца ОМОНа должна быть на уровне, на высоком уровне. А морально-волевые вырабатываются именно на таких занятиях, как вот сегодняшнее. На полегоне стомленные маршам хлопцы повинны собрать автоматы и поразить мишэні. Але и гэта ещё не конец. Фінальный выход на импровизованный рэнг. У рукопашных сутычках с трымя соперниками, які изменяются один-однаго, треба устоять на ногах. Суровый и в той же час красамовный факт. За 11 претендентов прайсті выпрабавання здоліли усяго двоя. Берэты будуть уручены им подчас гарнизонного развода гомельской милиции. Руслан Прелясковский, Сергей Нігаревич, Александр Александронец. До новин культуры. Гомельская група «Бифолк» отправляется у Воронеж на международный фестиваль молодых музычных коллективов России и країны СНД «Фрэш Саунд». На протягу двух днен наши земляки будуть приймать уделу концертах, присвеченных Дню города. Дарэши сёлита вокалистка «Бифолка» Таисия Сєрыкова, так само выхованка Светлогорской народной эстрадной студии Лира Деяна Промашкова здоліли урази журы популярного украинского шоу «Х-Фактор». На репетициях выканавцев побывала наш корреспондент Марина Северьянова. На грандиозном музычном форуме Гомельскую область представяті толькі два творчая коллективы «Бифолк» і «Васабі джаз-бэнд». Дарэчы, вандроўнічыць с концертамі любімая справа гомельской групы «Бифолк». За 15 гадоў уснавання мяняліся і ёго состав, і умовы дейнасті. Але галонум заставаўся фольклорныны кірунак виканання. Звання народнага гэта пацваржае. Мінавіта народная гучаня композиція, ёе глыбеня і шыроць уразіле журы глядачо ўкраінська га шоу «Х-фактор», на якім выступіла вокалістка «Бифолка» Таісія Серыкова. За дзень ў Києве журы прослухала каля 35-і композицій. Песня «Туман ярам», якую виканала Таісія, вайшла ў п'ятёрку лепшых. Дзяўчына співала перадапошній. Эмоціі да моманту выхода на сцену дасягнули максимальнага напружання. Патрымка глядачоў і членів сям'ї надала сіл і да помогла увасті ў шырах пераможців. У дзелу таких конкурсах складанне випробавання, признаецца Таісія. В конкурсах я участвала обычно редка. Ну и страшно, страшно выносить на суд общественности своё творчество. Можт біць паэтаму і многі музыканты, каторые на самым дзелі очень талантливые, они остаёцца неуслышнанамі і неузнанамі. З Гомеля наша здымочная брыгада отправілася ў Светлагорск. Тут ў народной эстрадной студыі Ліра займаецца яшы однаудзеніцца папулярнага українськага шоў Дэяна Промашкова. Дванадцадзі гадоў занятка ў студыі і зараз ёе музычныя здольнасті вядомыя далёка за межами Беларусі. У 2012 гадзі Дэяна ў складі трыо «Дзети Солнца» вайшла ў финал праекта пісні для ёурабачання. Празгод заняла другое місце пасола вокалі і першая ў дуэці з Ягором Шаранковым на міжнародным фестывалі «Зямля пад белыми крылами». У дзел ў фестывалі «Золотая пчёлка» таксамы прынес гэтаму творшаму тандэму перамогу. І вось зараз феерычныя выступлэня на «Х-факторы» з композиція вядомый грузінской спявачкі Ніно Катамадзе. Выступлэне пройшло очень незаметно, і ощущения непередаваемые. Нужно просто пережить это. Дзевчина пройшла ў другі тур конкурсу. А пакуль роліки з яя кавір-версіями вядомых композицій у інтернеті набирають десятки тисяч проглядов. На ютуб-канал «Промашковы» підписано коля десяти тисяч користальніків. А прихильники ёя творчості наводстварають фан-группы. Марина Сівір'янова, Сергій Лукашук, Валерий Гапанько. Телерадоё компанія «Гоміль». Протягуем выпуск. У «Гоміль» отбылась акція, яка традиційно просвячається Дню бібліотек. У гэтым годзі її тематикой стала історія, література і культура Британського королёвства. Затым як у головной бібліотецы в області проходила чиста англійськая ночь, назіралі наші корреспондэнты. Гэта було саправднае свята для аматорів паэзії. Мясцёвые літераторы чыталі вірші уласнага сачанення і з улікам агульной тематикі англійських аутаров. На зміну ім прышлі музыканты. Загучалі акорды несмяротнага хіта ліверпульскай чацьвёркі «Бітлз». Под мелодію «Естэдэй» навад ведучіе зліліся ў танцы «Шерлок Холмс» і «Міс Марпл». Дарыш іміна Вітаєє можна лишіць адну із галунг віноуніць урашістості. Іміна 15 сентября, в День бібліотек, всё читающе чоловічество празднує 125-леті Агаты Кристи. І ми решили воспользовуватися цей подсказкою і посвятити всю бібліоніч арглійській культурі. Усі декарасы, серед яких було немало відомих символів Британії, таких як червоная будка таксофона, супрацоннікі бібліотекі зробіли самі. Яни ж выступалі режісёрами постановок, які розыгрываліся на розних пляцовках. У холі другого поверха безліто снабіліся удзільнікі рысарського турніру. Аматори «Головоломок» проходзіли детективний квест, а у арт-кафе ігралі спектакль актёры адзіна га у Білорусі бібліотечного театра «Гракі». Удівлена, що в городі таке вообще проїсходить. Організація замічательна, дзівшкі в бальних платьях просто велікалепні. І танцы очень красиві. Я просто фанат історії Ангелі, поэтому для мене вообще щасті. Вообще здорово очень. Нам все понравилось, да? І нехай по своїх масштабах мероприємство не претендовало на голливудський розмах. Організаторам удалося досягнути галонага, створювати атмосферу свята, яку глядачі оцініли у полной меры. Руслан Пролесковський, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компанія «Гомель». Футуристичні моделі роботів, зброї, аутамобілів і космічні техніки проставілі у картинах галереї «Вашанкі». Персональний праект під назвою «Робо-арт» демонструє дизайнерські речі Александра Гадуна. На фантастичній виставі побывала Ганна Ковалёва. Готого балбатливого хлопця кличуть Артуром. Неглядячи на «Жалезное серце», у адрозненні от сусідів по выставі ян открыто розмовляє з гостями. Його створальником з'являється брызкий майстер Александр Гадун. Своєго першого «Жалезного буратино» ян заробіл 10 годів тому. С тих часів яку колекція повеличивалася у десятки разів. У «Гомель» приїхали 60 работ. Часть із экспонатов – це просто декоративні вещи, склеені при помощі термопистолета. Часть – це роботизовані модели. Кто-то може говорити, хто-то головою двигати, хто-то рукой махати. В общем-то, виставка должна переносити нас в такой мир техники, мир волшебний, компьютерний і, в общем-то, нереальний. Ці роди експонату, рука термінатора, моделі космічних кораблів, фантастичний бластер, дінші. На створенні одного потрапується однікалькіх годин до тіднів. Уход іде усе – от пластиковых бутелік до системних компьютерних блоків і електрочайніків. Экспозиція уже побывала у Мінску і Слуцку. У «Гомель» пребыла у першиню. У бачыць яе у гомельчан гасти города єсть махчымасть до 22 листопада. Ганна Кавалюва, Валера Іхапанько, телерадиокампанія «Гомель». І на гэтам пакулю сё за развітем падзей сашыці по нашіх выпусках. А я з вами развітвуюся. До побачення. Редактор субтитров О.Голубкин